Здравствуйте, уважаемые наши читатели, уважаемые наши слушатели. Дорогие мои, хочу ответить на несколько вопросов, которые пришли к нам. Здравствуйте, Сальмурад Авлатов, меня зовут Аделет, мне 16 лет и я хочу стать предпринимателем. И я бы хотел у вас спросить, какой вид бизнеса вы бы могли посоветовать в таком возрасте? Я мечтаю стать одним из богатых людей мира. И у меня еще один вопрос к вам. Как быть богатым? Какие привычки должны быть у богатых людей? С уважением ваш ученик Аделет. Дорогой мой Аделет, если ты хочешь действительно разбогатеть и так далее, фокусируйся на молодежь, которая целовая аудитора в твоем возрасте. Ориентируйся на это, потому что в твоем возрасте, молодежи и так далее, они любят тратить деньги и в обязательном порядке всегда они больше всех тратят. Хотя у них нет, но они всегда берут у родителей и тратят. Второе, фокусируйся на интернет-бизнес, если ты хочешь, чтобы действительно богатым стал, потому что интернет раскрывает тебя, перед тобой открывает огромный рынок, границы нету. По всему миру ты можешь продавать и так далее, и так далее. Третья вещь, что тебе надо делать? Продавай что-то, то, что недорого стоит, какой-то недорогой продукт и так далее. Выбери какой-то недорогой продукт или недорогой услуг, который ты можешь продавать многим людям. Фокусируйся на это, в твоем возрасте я бы этим занимался, и я разбогател бы конкретно. Сейчас займись этим. Вот, а какие привычки тебе надо развивать и так далее? В первую очередь, самое важное, любую сумму денег, которые найдешь, сначала инвеструй свое образование, второе свое здоровье, третье в своем активе, бизнес покупай. Не обязательно одеваться в брендовой одежде, не обязательно носить крутые часы или крутой телефон и так далее. Главное, что это все работало на тебе. В протяжении больше 15 лет я не мог позволить себе этих вещей, может быть, даже почти 20 лет, но со временем, постепенно, потом, когда вот у тебя будет денежный поток, пассивный доход, потом, пожалуйста, позволишь себе путешествовать, отдыхать и так далее, или дорогой телефон, или дорогая одежда. До этого пока делали так. Одна из самых важных привычек, которые в себе ты должен воспитать, вырастить, это планировать ежегодно, каждый день жить по планам, иметь наличие цели. И это очень-очень важно. У тебя должно быть конкретно расписание цели. Если их не будет, это важный образ твоих. Если их не будет, я не уверен, что ты станешь успешным. Следующая привычка, которая необходима для тебя, ежедневно читай книги, каждый день читай книги. И следующая привычка, которая у тебя, гармоничный рост должен быть. Академический интеллект тебе помогает в школах, вузах и так далее развивать. Финансовый интеллект ты должен работать над собой сам, посещать разные тренинги, найти себе наставника, финансовый интеллект развивать самому. Духовный интеллект точно так же, найди себе духовного наставника и развивай духовный интеллект. Физический интеллект это то, что тебе необходимо займить спортом, потому что твой мозг сидит на базе твоего тела. Если твое тело в В тонусе энергичнее. Чем больше у тебя энергии, тем больше твой мозг фокусируется на цели и дает тебе лучшие идеи. Но если твое тело в яле, больное и так далее, твой мозг не соображает и энергии не хватает. Даже если у тебя будет время, ты это время тратишь на пустую, потому что не будет силы, чтобы что-то делать. Ты постоянно будешь уставать. Но пока ты молодой, это не поймешь, но со временем ты точно поймешь. Здравствуйте, Садмирод Раджабович. Я давно уже читаю ваши книги, наблюдаю рубрику на ютубе. Я считаю вас с моим наставником. У меня старшая дочь, ей 8 лет. Учится сейчас в 2-м классе. На 1-м классе она училась на отлично. Учительница всегда хвалила, говорит, что очень способна и отличается от других. Но только когда мы говорим или контролируем, тогда она занимается. А самостоятельно нет, у нее пропал интерес к учебе. У меня такой вопрос. Что вы мне посоветуете делать, чтобы она самостоятельно делала уроки, читала книги, занималась побольше учебой? Дорогая моя, вот вы интересный человек. Ей всего лишь 8 лет. Так делают все дети. Всех детей контролируют люди, чтобы в этом возрасте они что-то делали. Знаете, единственная вещь, которую они без контроля делают, это что? Просто играть. Как у них появляется чуть-чуть свободное время, они будут играть. Вот посмотрите, что они делают. Немножечко времени дайте свободнее, они тут же будут играть. Чтобы они стали самостоятельными и так далее, нужна мотивация. Привязывайте учебу к чему-то, то, что она любит. К что-то, то, что она любит. Понимаете, я помню в свое время одна моя ученица подошла ко мне и сказала, что старшая дочка вообще не хочет учиться, не хочет помогать. Младший мне хочет убрать и так далее, и так далее. Ну, они не самостоятельные и так далее. Я сказал, просто создай мотивацию для них. Это как? Спроси, что она любит, что она хочет и так далее. Она узнала, это было в 2004-2005 годах или 2006-2006 годах. В тех годах, плееры вот это, которые слушают музыку, они только-только были модные и так далее. Она сказала ей, вот, пожалуйста, ты убирай дома, помоги мне в том-то, учись вот так, я тебе куплю то, что ты хочешь. Это мотивация, она работает. Несколько раз она так делала, со временем мы то, что ребенок любил, то, что ребенку нравится, объединились с тем, что в семье были. Постепенно был рост. Помните, всегда люди делают то, что им нравится, то, что они хотят и так далее. Самостоятельно только такими вещами человек будет заниматься. Поэтому объедините что-то, то, что ребенку нравится, с тем, что нужно для семьи. Тогда итоги в целом он это сделает, и вам всем будет хорошо. И вам, и детям, и всем хорошо. Ассалам айкум, Санур Раджабович, меня зовут Нурдан, мне 15 лет. Спасибо вам за то, что вы учите нас. Мой вопрос к вам. Какие школьные предметы помогли вам к достижению успеха? И стоит ли учиться до 11 класса? Или посещать тренинги саморазвития? Мой цель в жизни стать успешным предпринимателем. Спасибо заранее за ответ. Нурдан, дорогой, в школе надо учиться. Если ты меня спрашиваешь, я тебе скажу, школа учись. Но школа учись очень хорошо. Не для того, чтобы искать работу. Учись очень хорошо, чтобы потом создавать работу. Это неправда, когда многие говорят, что как будто не обязательно учиться, как будто того. Нет, поверь моим словам, учись в школе хорошо. Это закаляет твой характер. Понимаешь, это помогает тебе отлично. То есть, это помогает тебе ко всему относиться отлично, требовательным. Оценка, которую ты получаешь в школе, это не показатель твоего ума. Это не мера, которую тебе учитель измеряет. Нет. Оценка – это показатель вложения усилий, твой труд. В жизни показателем твоего усилия, твоего умственного труда будет твой доход. Вот, понимаешь, когда ты в школе вкладываешь максимум, получаешь пятерку. А в жизни становишься в спорте чемпионом, в бизнесе, миллионером, в каком-то науке, академиком или кем-то. Понимаешь, в каждом сфере, которая в жизни есть, ты кем-то чего-то добиваешься. И твой вложенный труд измеряется чем-то. Она обязательно измеряется. Так что делай. Так что делай в обязательном порядке, и ты победишь. Ты добиваешься большего успеха. Вот, поэтому учись хорошо, до конца учись. А какие предметы мне помогли? В первую очередь математика. Математика очень сильно помогает. Математика помогает тебе понять жизнь. Например, перед тобой есть задача, и эту задачу решать. Подсознательно ты знаешь, что решение существует. Правда? Но если даже ты не можешь вводить в решение, все равно оно существует. Так что жизнь похожа на это. Решение всегда есть. Но если ты даже сейчас не знаешь, как это решать, это не означает, что решение не существует. Решение существует. Решение всегда есть. В математике смотри, чтобы решать одну моду, тебе придется вспоминать разные формули и так далее, и так далее. Когда ты перемешаешь их, переместишь и так далее. А в жизни это то же самое. Чтобы решать одну задачу, тебе придется находить ресурсы. Где-то ресурсы занимать, где-то находить, где-то зарабатывать, где-то продолеть какой-то там. И твоя задача в основном – использовать стратегию, найти эти ресурсы, чтобы достигать конечной цели. Вот и все. Поэтому везде это будет так. Абсолютно везде будет так. Во все параметры твоей жизни это будет так. Так что тебе это должен понять. Я не могу сказать, что один предмет больше всех, но больше всего я математикой занимался. Математика. Конечно, все предметы я был отличником, но они мне все помогли. Понимаешь? Каждый предмет по-своему тебе поменяет жизни. То есть помогает тебе в жизни. Литература помогает тебе выражать свои мысли правильно, быть красноречивым, иметь большой огромный запас словарный, запас и так далее. Математика помогает тебе решать задачи в жизни. Понимаете? Химия помогает тебе быть инноватором, быть изобретателем. Понимаешь? Химия что такое? Любые два соединения создаются что-то новое. Если ты так внимательно посмотришь, все одежды, все техники, все продукты питания, все то, что видишь, это соединение разной элементы. Например, йогурт. Кефир объединили все фрукты, и тебе, на тебе йогурт. Видишь? Что-то, что-то новое появляется. Если ты умеешь, например, техника с чем-то объединить, что-то еще с чем-то объединить и так далее, это все химия. Вся формула химия, чему обучает именно создать что-то новое. Понимаешь? Это круто, это очень сильно помогает. Например, гибрид. Я недавно узнал, что корни тиква сделали гибрид с помидором. А теперь это помидор, одно дерево помидор способен давать 2,5 тонн, что ли. Ты можешь в голове представить один соженец помидора дает 2,5 тонны помидора. Ты можешь это представить? Это все химия. Умение соединить два разных вещей. Так что, если сказать, что какой-то предмет хорошо помогает, какой-то не очень, это неправда. Все предметы помогают. Все предметы помогают. Так что учись, история. История помогает тебе найти себе мастер в жизни, потому что, по большому счету, история повторяется в жизни. Часто повторяется. Каждые 12 лет многие вещи повторяются, каждое столетие и так далее. Поэтому история, это такая вещь. Ты очень многому научишься в истории, если ты это поймешь. Так что, бесполезный предмет в школе нет. Если ты мне спрашиваешь, я тебе так отвечу. Здравствуйте, Сальмурад Давлатов. Прежде чем задать вам свой вопрос, хочу поблагодарить вас и ваш бесценный труд. Аллах вам и ваша семья рай. Спасибо. Я хотел спросить. В прошлом видео вы говорили, чтобы мотивировать детей, надо совмещать полезное с приятным. Я уже очень давно использую эту стратегию, но получается все не так, как хотелось бы. Сын делает все, что я говорю, но исключительно ради того, чтобы поиграть в телефон. Я могу мотивировать его на сейчас, но дети растут, и в 20 лет я не могу дать ему мотивацию телефон. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить в этой ситуации? По мере росту детей у них желания растут. По мере роста и возраста их мотивация тоже растут. Просто меняйте мотивацию, вот и все. Если в детстве он хочет играть в телефон, чуть повыше возраста, ему надо купить этот телефон, потом чуть выше еще, еще что-то, еще что-то, еще что-то. До самого смерти, помните, ключ, ключ к развитию или достижению больших целей, это мотивация людей. Таково закон. Даже Господь нам говорит, помолитесь пять раз, вы попадете в рай. Это мотивация. Откажитесь от враньев, откажитесь от плохой и так далее, и так далее, и так далее. Вы станете счастливыми. Видите? Все это мотивация. Читайте намаз в мечети, 27 савову берете, когда дома читаете, один. Это все мотивация. То есть получается, что везде есть мотивация, или за каждый доллар, который вы благотворительностью занимаетесь, Господь дает 700 раз больше. Это все мотивация. Видите? До конца вашей жизни, до конца нашей жизни, мы всегда делим что-то, чтобы что-то приобрести, что-то создавать и так далее. Если не в этом мире, в том мире создавать. Так что это мотивация. Просто по возрасту, в связи с этим возрастом, меняйте мотивацию детей. Вот и все. И потихонечку у вас будет рост больше и больше. Дорогие друзья, желаю вам успехов. Ставьте лайк, рекомендую своим знакомым друзьям. Тем больше будут наши рубрики «Смотри другие люди», и тем больше у меня будет желание для вас сделать еще много новых видео. Спасибо. Спасибо.